И пришел Капернаум, город Галилейский, учил их в дни субботни. И опять он возвращается к Капернаум, город Галилейский, и естественно учил по субботам. Это естественно день, когда все евреи собирались в синагоге. Все удивлялись его учения, ибо слово его было со властью. Я может быть скажу несколько слов, неоднократно мы читаем, он их учил как власть имеющий, а не как книжники, параллельный текст из Марка. Книжники, может быть не совсем точное слово, софрим. Сефер это книга, но лиспор обозначает также считать. И скорее всего, как на этом сходится большинство богослов, это были не книжники, то есть не просто ученые люди, а которые считали количество букв в каждой строчке для написания Торы. Интересно, что хотя Тора пишется справа налево, количество букв считается слева направо. И это необходима была эта профессия для того, чтобы подтвердить правильность переписывания Торы. Еще перед тем, как проверяли грамматически, правильно ли она была переписана из поколения в поколение, надо было убедиться, что количество букв, а высчитано на сегодняшний день количество букв полностью во всей Торе, и какая является средняя буква и количество букв в строке, необходимо было убедиться, что полностью соответствует количество букв, принятому количеству букв. Потому что если было больше или меньше, то, естественно, такая Тора уже никуда не годилась. В худшем случае ее хоронили в генизах. Мы нашли очень, кстати, много на сегодняшних дней вот именно списков с Торы благодаря вот этим захоронениям. То есть какая-то ошибка, она приводила к тому, что Тора надо было похоронить как живого человека. Поэтому Софрейм это, скорее всего, были не книжники, которые читали книги, а которые считали количество букв в тексте. И что интересно, и книжники, и фарисеи, они не учили как власть имеющих. Что это значило? Если до сегодняшнего дня вам попадется в руки какой-нибудь Медраж, может быть не Медраж, а скорее Талмуд, то написанное там выглядит следующим образом. Раби Хия от имени Раби Йоханана, от имени Раби Элиезера, от имени Раби Гамлиэля сказал следующее. То есть каждый последующий раввин ссылается на власть предыдущего, и вы нигде не найдете, чтобы вот он так сказал, ни на кого не сославшись. В этом есть определенный смысл. Считается, что, например, Савураим или, например, Гауним всегда ссылались на Савураим, Савураим всегда ссылались на Амураим, Амураим или Аморы ссылались на Танаим. Те, в свою очередь, ссылались непосредственно на Писание, это каждое последующее поколение учителей, они ссылались на предыдущее поколение учителей, никогда не могли подвергать сомнению, сказанное ими. Мы абсолютно не находим этой парадигмы в учении Иисуса. Он нигде ни на кого не ссылается, то есть он ссылается просто на Господа Бога. И это было абсолютно не то, что было принято во времена Иисуса, поэтому они удивляются, они говорят, он имеет право толковать ни на кого при этом не ссылаясь. Вот я могу привести следующий параллель. Если мы сегодня будем толковать Писание, ну если не просто где-то, когда человек просто хочет что-то сказать, потому что ему так причудилось, или он так считает, он обязательно на кого-то сошлется. Он сошлется на один комментарий, если он, скажем, будь то Мак-Артур, или будь то Груден, или будь то кто угодно. То есть любой человек, который в глазах его представляется авторитетом. Наиболее знатоки сошлются на отцов церкви, кто-то еще на Фому Аквинского, кто-то еще на Блеза. Неважно, в любом случае мы ищем какое-то мнение, чтобы подтвердить свою позицию, или свое отношение к тексту. Иисус ничего подобного не делает. И это то, что удивляет, они говорят, он учит как власть имеющий, а не как книжники. И Лука говорит, дивились его учению, ибо слово его было со властью. Текст продолжается, говорит, что в Синоге был человек, имевший нечистого духа бесовского. То есть нормально в синагогу могли ходить больные люди. Это не было место стерильное. И он закричал громким голосом, оставь, что тебе до нас Иисус Назарянин. То есть, естественно, бес говорит через этого человека. Марк и Лука говорят, что ты пришел погубить нас. У Марка это первая глава стихи с 21 по 28. У Луки четвертая глава с 31 по 37 стих. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Я хочу остановиться вот на чем. Итак, демоны знают, кто такой Иисус. Бесы знают, кто такой Иисус. Они, кто ты, из Псалма 16, ты и есть Святой Божий. Знание о Боге или знание мессианства Иисуса абсолютно не делает человека верующим. Яков позднее говорит, что бесы тоже веруют и трепещут. На этом всегда и далее продолжает, что вера твоя по делам твоим. Вот как ты делаешь. Поэтому само по себе теоретическое знание о Господе Боге, оно доступно даже бесам. Пусть никто не обольщается. Бесы прекрасно знают Писание. Они знают его наизусть. Мне вспоминается такое кино. Чапаев, по-моему, называется. Когда он говорит, я не помню, по-моему, Чапаев. Когда он говорит, там братка мой помирает, он ухи просит. И он говорит ему, ты кто? Говорит, ты не бес? Он говорит, нет. Он говорит, перекрестись. И он, значит, как бы перекрещивается, он говорит, все. Я уверен, что бесы могут не только перекреститься. Бесы могут молиться. Бесы могут цитировать Писание наизусть. Собственно, Сатана цитирует Писание во время искушения Иисуса. Они могут быть во всем, как верующие люди, не имея веры. Поэтому тут ничего удивительного нет. Когда он, естественно, цитирует и Писание, и говорит, я знаю тебя. Иисус запрещает ему, сказав, замолчи и выйди из него. И бес, повернув его посреди синагоги, выходит из него, немало не повредив ему. Иисус имеет власть над демонами. И после этого он сразу же приходит в Капернаум, в дом к Петру. И исцеляет тещу Петра, увидев тещу, лежащую в горячке. Иисус, одержимый горячкой, в оригинальном тексте. Иоанн, 8 глава стихи с 14 по 17, или у Марка, там же продолжение 1 главы, стихи 29 по 34. Касается руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Я хочу несколько остановиться на этом. Лука пишет, может быть, более подробно, потому что он был врач. Но давайте попытаемся представить себе эту ситуацию в еврейском контексте. Иисус приходит в дом, и он обращает внимание на больную женщину. И это не совсем совпадает с традициями, распространенными еврейскими традициями того времени. Интересоваться здоровьем женщины даже через ее мужа считалось очень дурным тоном. А тем более прикасаться к ней или допускать ее прислуживать. Больную женщину, если кому-то интересно, может посмотреть в Талмуде, в трагдате Кедушин, страница 70b. Это было совершенно не принято. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что то, что мы видим на сегодняшний момент, и нам представляется иудаизм неким монолитным учением, отнюдь не являлось таковым во времена Иисуса. Во времена Иисуса это все происходило только в гарниле новых учений, веяния и различные школы. Они соперничали друг с другом. Поэтому Иисус, поведение Иисуса привлекает внимание людей или внимание читающих. У Матфея или у Луки или у Марка, читающих, у синоптиков. И оно должно было высказать его конкретную точку зрения по поводу того, можно ли вообще прикасаться к женщине или можно ли говорить о ее здоровье. То есть еще раз, Иисус преследует своей целью просто прилечь внимание не к своей персоне, а как бы указать через себя на отца. Наступает вечер, и к нему приводят ноги в бесноватых, и он изгоняет духом, словом, не исцеляет всех больных. Что бы исполнилось сказанное через пророка Исаию, который говорит, но болезни наши переносил, и он и боли наши терпел он. Я хочу вот что прочитать из трактата Санидрин 98b. Говорится, учителя говорят, имя Мессии будет Хивра или Прокаженный. Как сказано, но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и стезуем. Интересный момент. Еврейская традиция считает, что 53 Исаии не взял на себя наши болезни, а переносит физически наши болезни и страдает поэтому за нас. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!